Глава 4. Проблема израильского гражданства. Концептуальная терапия. Эпиграф. Евреи дали религию трем четвертям земного шара и оказали влияние, большее и более благотворное на дела человечества, чем любая другая нация, древняя или современная. Джон Адамс. Эпиграф. Когда бы евреи не достигали влиятельного положения, они всегда учили анализировать более тонко, спорить более доказательно, писать более четко и внятно. Их задачей всегда было научить человечество разуму. Фридрих Ницше. В начале настоящего исследования сказано, что одной из основных причин развала Израиля является отсутствие единства, проистекающее из крайнего культурного многообразия. Особенную угрозу представляет быстрорастущее арабское население. Электоральная сила арабов, позволяющая им определять, кто будет премьер-министром Израиля, способна оказывать очень большое влияние на характер и даже на границы так называемого еврейского государства. Израильская политическая элита знает об этой проблеме. Предупреждение, прозвучавшее в речи Ицхака Рабина 6 марта 1976 года, заслуживает повторения. Однако при этом следует отметить, что в 1976 году его партия не зависела от арабских голосов в той мере, в какой она стала от них зависеть год спустя, когда рабочая партия потеряла контроль над страной после 29 лет бессменного правления. После этого стало политически нецелесообразным заявлять публично. Цитата. Большинство живущих в еврейском государстве людей должны быть евреями. Мы должны предотвратить ситуацию недостаточного еврейского большинства, и мы не смеем иметь еврейское меньшинство. Нееврейское меньшинство допустимо при условии, что оно принимает судьбу государства, как государство еврейского народа, культуры, традиции и веры. Меньшинство имеет право на равноправие в том, что касается его отдельной религии и культуры, но не более того. Конец цитаты. Как мы говорили выше, это заявление недвусмысленно подразумевает, что права арабских жителей Израиля не включают равные политические права. Из этого должно следовать, что арабские жители Израиля могут быть лишены гражданства. Однако несомненно, что любой, кто выскажется в пользу такого шага, будет немедленно зачислен в расисты, хотя есть куда больше причин предъявлять это обвинение арабам. Оставим в стороне тот факт, что евреи в арабских странах не имеют равных прав ни в чем. Но арабские интеллектуалы и политики утверждают, что иудаизм – это не национальность, а религия. Это может натолкнуть некоторых благородных арабов на вывод, что евреи в Палестине имеют право на равноправие в том, что касается их отдельной религии и культуры, но не более того. Из этого следует, что евреи не имеют политических прав и уж, конечно, не имеют права на свое собственное государство. Таким образом, если арабы Израиля превратятся в большинство, Израиль снова станет Палестиной и ее еврейские жители будут лишены политических прав. В данной главе автор не собирается отстаивать огульное лишение арабских граждан Израиля, их политических прав, хотя будет представлено достаточно доказательств того, что они не принимают, выражаясь словами Рабина, судьбу государства как государство еврейского народа. Конечно, лишение политических прав было бы теоретически уместным и логичным решением демографической проблемы, которую представляют собой арабские граждане. Однако предлагаемое в этой главе средство ее разрешения несколько более тонко. Поскольку гражданство, в кавычках, это еще одна концепция, создающая в сознании евреев концептуальную путаницу, мы разъясним ее смысл, мы разъясним ее смысл, а затем дополним ее идеями, соответствующими еврейскому государству в Святой Земле. Известно, что эта земля до создания государства в 1948 году называлась Палестина, а ее жители, как евреи, так и арабы, были «палестинскими» гражданами. Арабские лидеры на всем Ближнем Востоке настаивают, что Израиль – это «палестина» в кавычках, по каковой причине организация освобождения Палестины была создана в 1964 году, то есть до того, как Израиль приобрел контроль над Иудеей, Самарией и Газой. Возможно, арабы правы. Под этим я подразумеваю, что с точки зрения гражданства Израиль вновь превратился в «палестину» в кавычках, когда 1 апреля 1952 года его парламент принял закон о гражданстве. В этот день еще один элемент концептуального загрязнения укоренился в стране Израиля и вошел в сознание евреев. Чтобы развеять эту грязевую завесу, нам придется исследовать происхождение палестинского гражданства. Субтитры создавал DimaTorzok